Всем привет! Нас зовут Аня и Ира, и сегодня мы хотим поговорить про различия Японии от стран СНГ. А точнее Беларуси, так как мы здесь живём. И Россию. Это всё одно и то же. Первое. Приветствия. Там оно начинается с поклонов 45 градусов, руки по шрам. Если ты хочешь подозвать человека только вот так, потому что если ты ему скажешь вот так, это как собаки, они это будут так оценивать, в Беларуси или в России с этим всё намного проще. Ты приходишь, говоришь здравствуйте и всё. Даже можно не ждать ничего такого сверхъестественного. Два. Медицина. Начнём с того, что у них абсолютно всё делается по страховке, так как медицина очень дорогая, им легче заплатить там долларов 20 в месяц, чем потом сразу выкинуть 500. Насчёт медицины. Таблетки, которые там продаются, лично мне не помогали. Абсолютно. Если нужно что-то более сильное, ты идёшь к врачу, в госпиталь, они тебе выписывают рецепт, и там же ты покупаешь эти таблетки и оплачиваешь услуги госпиталя. В Беларуси происходит… В Беларуси медицина хорошая. Серьёзно. В Беларуси медицина хорошая, бесплатная, но большой-большой минус. Очереди. Но большой плюс. Медицина качественная, тебе прописывают таблетки, там лекарства, которые действительно помогают. Вот. И… Бесплатная? Нет. Хочешь быстро – иди в частную. Серьёзно, есть выбор. Работа. Полное подчинение начальству. Босс может кричать на подчинённых, может их даже бить. При мне босс бил своего подчинённого, это нормально, и подчинённый ему даже слова не сказал. Работа сверхурочна, у них тоже всё это как в порядке вещей. Я не знаю почему, они очень любят работать. То же самое, что и сон на работе у них читается. Это круто, потому что ты так работал, так работал, что аж спать захотел. Насчёт отпуска. У них даётся только 18 дней отпуска в год. 18. Чуваки, 18. Не жалуйтесь, что у вас месяц отпуска и вам мало. 18 дней в год. 18. Вот. Из которых они хорошо, если обгуляют 8. При этом я встречала японцев, которым лет 40, и они ни разу не были в другой стране. Хотя денег у них полно. Вот. Потому что существует такая... Экстатный инстинкт. Почему все работают, а я пойду отдыхать? Что касается Беларуси, России, не знаю, Украины. У нас на работе никто никому не бьёт. Отпуск у нас, по-моему, 40 дней, если не ошибаюсь. И при этом наши люди с этими, не знаю, отпускными, которые там просто копейки для других стран, умудряются копить деньги и уезжать там куда-нибудь, не знаю, на море, в Европу или куда-нибудь подальше. Просто проводить офигенное время. Офигенно. Ну, я хотела сказать. Да. Офигенно. Я ради хлеба смахнула на всё. Гора. Вот. Почему это? Помудряются уезжать на моря. В общем, да, люди отдыхают. Вот. По поводу больничных, насколько мне известно, в Японии там... На больничных, если у тебя 39 температура, идёшь на работу. Потому что статный инстинкт, все работают, почему я буду отлёживать. В наших странах такого нет. Если ты болеешь, ты берёшь больничный, тебе даже выплачивают его, проплачивают деньги, которые ты проболеешь, скажем так. Вот. И спокойненько лечишься, и потом здоровый, бодрый приходишь на работу и работаешь дальше. Четвёртое. Отдых в клубах. Нередко я замечала, что японцы отдыхают в клубах со своими коллегами по работе. То есть, вот они отработали целый день, возможно, поработали сверхурочно, и с этими же коллегами идут отдыхать в клуб. То есть, получается, что для коллективизации на работе они ещё и гуляют вместе. У нас обычно по клубам ходят всякие, скажем так, ну, я, конечно, против разделения на социальные слои, но в наши клубы в основном ходят люди, которым просто реально в жизни, ну, абсолютно нечем заняться, у них нет никаких интересов, лишь бы напиться, потанцевать. Откуда ты знаешь? Это выберем. Вот. Ну, обычно, как люди ходят, берут там подругу друга, без разницы, и идут танчить. Не знаю, девочек снимать. Не была я там особо, но об этом наслышала. Пятое. Обслуживание в магазин. То есть, ты приходишь в любой магазин, продовольственный, непродовольственный, там с тобой поздоровится, тебе дадут огромную информацию по продуктам, тебя обслуживают, просто от и до при этом ненавязчиво, как у нас, а что он подсказал, бла-бла-бла. То есть, если тебе нужно что-то уточнить, ты спрашиваешь, они отвечают. Все. На кассе, это вообще что-то с чем-то, я была в шоке, они сами все заворачивают, даже в продовольственном магазине, даже в забегаловке 24 часа в сутки. Они стоят вот так, ждут посетителей, все зарабатывают в пакет сами, абсолютно скручивают этот пакет, подают вам двумя ручками, все как положено, то же самое с денюжками. У нас сегодня, да, сегодня, мы ходили в ювелирный магазин. Аня покупала там, ну, неважно что, две пафосные продавщицы. Продавщицы, вот именно, продавщицы. Даже не осмелились завернуть, не осмелились, они даже не удосужились закрыть пакетик, в котором лежит дорогое украшение. Шестое. Я хочу рассказать про автобусы. Ну, либо любое общественное место. Японцы очень ценят личное пространство, и поэтому они там не шумят, они не разговаривают, они отключают телефоны на беззвучный режим, чтобы не беспокоить окружающих. Ну, расскажу вам, что происходит у нас. Заходишь ты, такая, значит, в троллейбус. Ну, к примеру, возьмем. Идет к тебе такая бабка. 140 кг. Кг. Которая ради хлеба с маслом готова нашел. Я уже не говорю про то, что все толкаются. Даже... Тетя Света рассказывает про бабу Зину с магазина по телефону соседней тети Тани. Тетя Тани... И почему-то всем это должно интересно, поэтому она рассказывает на повышенных тонах. Седьмое. Недоступность свежих овощей и фруктов. Это то, чего мне действительно там не хватало. И даже не то, что недоступность. Они там есть. Их там много. Но они раз в пять дороже, чем у нас. У них легче купить какой-нибудь хлеб, молочек. Одежду. Полуфабрикаты, одежду, да. Технику, чем фрукты и овощи. У нас с этим проблем нет. У нас большой выбор абсолютно любых там фруктов, овощей. Ну, не знаю, насчет качества. Иногда попадаются настолько убитые фрукты и овощи, что не ходите в Еврооху, в общем. Да, ходите там, не знаю, куда-нибудь. Ты что, это уже реклама? Элитный магазин, ладно. В общем, питаться правильно у нас здесь, в Беларуси, в России, ну, гораздо дешевле, чем в той же Японии. Жилье и наследство. Жилье у них очень дорогое. Если ты его покупаешь, оно полностью свое. Это, конечно же, ясно. Если у тебя есть ребенок и ты хочешь после смерти совещать свой дом ребенку, ну, либо квартиру, то половина жилья будет у ребенка, половина будет у государства. Либо ребенок выкупит половину, либо государство может делать со второй половиной все, что угодно. Что происходит в Беларуси? Не знаю насчет России и Украины. У нас люди, которые могут позволить себе купить жилье, покупают сразу несколько квартир, домов, там, каких-то участков и сдают просто это в аренду. И, то есть, таким образом это со временем просто окупается. Отношения к иностранцам. Насчет Токио я говорить не буду, так как не знаю город, где я жила. Там, когда ты приходишь в магазин или ресторан, они с тобой говорят по-японски. Даже если ты говоришь по-английски и даже если ты объясняешь им по-японски, на ломаном, что ты не разговариваешь по-японски, все равно все будет на японском. В Беларуси отношения к иностранцам весьма, не знаю, интересные что ли. Есть люди, которые уважают иностранцев, которые относятся к ним так же, как и к остальным, как к жителям нашей страны. А есть такие, знаете, расисты, недоростки, я не знаю, как это даже назвать. Это просто люди, которые, о, он черный, все, кошмар какой, надо его там, не знаю, убить, там, не знаю, куда-нибудь загнать. Десятое, говорим про школы. Шпагалки у них считаются позором. Они не используют шпагалки в принципе. Они готовы сидеть и зубрить все сутками напролет и там спать по 2-3 часа. Главное, чтобы сдать экзамен своим умом, чтобы знания были у тебя в голове, а не на экзаменационном листе. В Беларуси с этим намного все проще. Все списывают. Зачем делать работу, зачем усложнять себе жизнь, если ты можешь просто списать, тебе поставят твою заслуженную девятку и все, и ты уходишь. То же самое родители могут спокойно договориться с учителями, чтобы твое, точнее их чадо получило хорошую оценку за четверть или за год. И все, и проблемы нет. Но при этом проблема в знаниях, проблема в том, какими, допустим, специалистами вы будете в будущем. Именно поэтому у нас такие, я считаю, маленькие зарплаты. Нет КПД. Подождите, сейчас приду. На этой кошачьей ноте мы с вами попрощаемся. Все любят котиков, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите нашу кошку. На мой тоже канал подписывайтесь. Ждите нашу кошку в следующем видео. С наступившим Новым Годом вас, счастья вам и с Рождеством. Пока-пока.